Накануне 9 апреля глава Кыргызстана прилетел в Турецкую республику. Самолет приземлился в международном аэропорту Эсен-Бога города Анкара, где Саурамбай Дженбекова тепло встретили вице-премьер-министр Турции Хакан Чавушогло, губернатор Анкаринской области Эрджан Топаджа, мэр города Анкара Мустафа Туна, а также чрезвычайные и полномочные послы двух стран Дженгиз Камиль Фарад и Ибрагим Джунусов. В честь визита лидера Кыргызстана была выстроена рота почетного караула, вывешены флаги двух стран. В начале своего визита Саурамбай Дженбеков посетил мавзолей основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Глава государства прошел по аллее славы к мавзолею, возложил венок и минутой молчания почтил память основателя Турецкого государства. Здесь же президент оставил запись в книге почетных гостей с пожеланиями мира и благополучия народу Турецкой республики. Далее кортедж лидера Кыргызстана направился к воротам президентского дворца, где его сопровождали 40 всадников конного караула. На флагштоках были подняты государственные флаги двух стран. После этого Саурамбай Дженбекова с особым почетом и уважением встретил глава Турции Раджеп Таип Эрдоган. Во дворце президента Турции была выстроена рота почетного караула. Лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга, после чего прозвучали гимны двух стран. Далее президент Саурамбай Дженбеков приветствовал строй почетного караула. Затем президенты направились в сторону делегаций двух государств. Главу Кыргызстана сопровождали министр иностранных дел Эрлан Абделдаев, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Даньяр Сыдыков, посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Джунусов, депутаты Джорг Кукинеша, председатель социального фунда Теннисбека Абджапаров, министр экономики Артем Новиков, сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Нурбек Мурашев, глава госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Манкулов и директор агентства по продвижению и защите инвестиций СНКУЛ Мумункулов. После официальной церемонии встречи президента в двух стран и представления делегаций, главы двух государств направились в зал для переговоров в узком формате. Далее переговоры продолжились в расширенном составе. По завершению переговоров лидеры двух государств выступили с заявлением перед СМИ, где сообщили об основных моментах двусторонних переговоров. В начале своего выступления глава Турции поздравил Джейнбекова с избранием на пост президента и отметил, что Турция всегда поддерживала демократическое развитие Кыргызской республики и выразил уверенность, что отношения двух стран будут и далее укрепляться. Реджеп Таип Эрдоган добавил, что стороны подчеркнули потенциал для повышения товарооборота до 1 миллиарда долларов в год. Реджеп Таип Эрдоган, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...